здравствуйте вы попали на кулинарный канал диетолога скачков и в этом видео вы узнаете как вылечить дисбактериоз кишечника одновременно избавиться от вздутия живота либо метеоризма как улучшить переварение пищи уменьшить токсическую нагрузку на печень из кишечника продуктами брожения либо гниения также можно снизить вязкость крови вылечить простатит циститу ретрит если они у вас присутствуют периодически а вздутие живота более менее постоянно вам нужно всего-то навсего правильно приготовить имбирный чай и в этом видео я вам расскажу сразу про 8 способов приготовления имбирного чая в зависимости от индивидуальных особенностей вашего организма и вы сможете выбрать для себя самый лучший имбирный чай сегодня а также будете знать как изменять особенности приготовления имбирного чая случае если ваш уровень здоровья меняется а также вы узнаете когда рискованно использовать имбирный чай для лечения дисбактериоза и так что мне нужно а мне нужен первый секретный ингредиент диетолога который должен попасть в имбирный чай и это яблоко чем это живое яблоко я готов это доказать вам прямо сейчас потому что она способна окисляться именно живые яблоки активные биологически активные вещества способны окисляться кислородом воздуха попадая в ваш организм они будут нейтрализовывать различные токсины а это продлевает вашу жизнь именно потому яблоки и молодильные яблоко нужно правильно подготовить и что для этого нужно а для этого нужно удалить вот эту блестящую кожицу некоторые говорят что под кожицы самое большое количество витаминов и нужно всегда есть кожурой диетолог скачко скажет вам по другому посмотрите на этот великолепный блеск блеск кожицы яблок придает воск который прекрасно растворяясь желчью может попадать кровь и надолго оставаться в печени я знаю что делать если у вас есть печень и почки кстати это видео как раз на эту тему имбирный чай правильно приготовленный улучшит вам работу и печени и почек и организма в целом для того чтобы избежать нарушение работы печени я бы советовал вам поступить так как делаю я а именно беспощадно снять кожицу и тонкий слой яблок который находится под ней потому что они вам реально не нужны что еще вы таким образом какой еще одной опасности вы избавитесь опасность очень важная а именно если вы посмотрите на яблоко на его кожицу она не только блестящая она достаточно плотная если вы не разжуете кожуру яблоко до молекулярного состояния она как бритва попадет в ваш желудок и будет вам вызывать явление гастрита и переводить ваш хронический гастрит состоянии атрофии а там уже и онкология как говорится рукой подаль я знаю о чем говорю такая книга одна из 50 опубликовано рад профилактика ранняя диагностика кожура яблок очень серьезно ведет в этом направлении а по дороге что вы теряете вы теряете секреторные клетки желудка тонкого кишечника а также в нижних отделах нарушается всасывание а статистика она неумолима одна клетка кишечника способная всасывать питательные вещества кормит сто тысяч клеток вашем организме представляете такой небольшой городок теряет питание всего из-за того что вы не знали как есть яблоки правильно поэтому не экономьте на яблочной кожуре она должна полностью покинуть ваш организм и в имбирном чайе точно не будет а а дальше что нужно сделать а дальше нужно яблоки измельчить и для этого мне подойдет вот эта терка я выбираю вот эту грань и натираю мне нужно примерно на одну порцию 1 2 чайных ложки яблочного пюре конечно идеальный вариант яблочное пюре после того как будет яблоко натерто отжать из него сок это один из секретов диетолога которым вы теперь уже узнали раньше использовали свеже натертые яблоки в борьбе с дисбактериозом и понятно пектин и яблок прекрасная среда для развития хорошей флоры а органические кислоты подавляют патогенную флору но имбирь значительно мощнее поэтому я бы советовал вам яблоко измельчить а дальше яблочко попадает яблочное пюре попадает первым вы емкость где будет готовиться имбирный чай если у вас есть время я просто не буду его отнимать лучше отжать сок чистое яблочное пюре в этом случае работает лучше а пока яблоко ждет своего часа в имбирный чай попадает второй ингредиент это чеснок его тоже советую пока я буду измельчать на этой терке один зубчик чеснока для одной порции имбирного чая подойдет измельчим и примерно чайная ложка кашицы чеснока пошла второй далее конечно же король имбирь тоже примерно чайная ложка мне нужно для тоже приготовить одну вот такую чашку имбирь я предварительно помыл очистил от внешних кожицы и натираю чистый имбирь он у меня уже готов и чайная ложка может больше может меньше позже я вам расскажу как определиться и так три ингредиента уже здесь есть один вы знали это имбирь два секретных и теперь третий секретный ингредиент это сахар он тоже попадает в эту компанию и дальше нужно тщательно все перемешать до однородной массы почему именно так единый яблок хорошая среда для размножения условно патогенных микроорганизмов или их называются профитными или полезными по разному можно называть но она еще и хороший сорбент биологически активных веществ чеснока и имбиря иными словами пропитанная клетчатка яблок будет еще лучше подавлять патогенную флору сок удалили понятно для того чтобы освободить место а дальше сахар чтобы увеличить экстракцию полезных веществ из жмыха в сок и сахар усиливает действие имбирного чая таким образом приготовленного что дальше когда я тщательно перемешал дальше конечно же в имбирный чай идет кипяток кипяток правильно приготовленный вода прошла стадию кипения под названием белый ключ это самая большая опасность для биологически активных веществ имбиря чеснока и яблок после того как вода закипела покипела остывая вот этой водой я ее залил термос хотите узнать больше смотрите как приготовить чай чайная церемония на моем кулинарном канале такие видео есть и вы можете их спокойно просмотреть итак я заливаю кипяточком перемешал накрыл крышкой и первый способ приготовить имбирный чай чтобы вылечить дисбактериоз кишечника избавиться от вздутия живота улучшить переваривание пищи укрепить иммунную систему снизить вязкость крови улучшить работу печени почек мочеполовой системы готов второй способ приготовления имбирного чая он несколько сложнее отличается от предыдущего для его уберете 300 400 миллилитров воды измельчаете яблоко вновь на этой терке пока от этой грани не отходим сок можно яблочный не удалять добавляете одну-две чайных ложки сахара и варите 15-20 минут после того как у вас жмых вернее вы получите нечто похожее на кисель вас желируются пектины под действием сахара желируются и получится такая несколько густоватая масса вот после этого вы свеже натертую кашицу чеснока и имбиря добавляете в эту смесь перемешиваете выключили огонь и настаиваете до охлаждения и второй способ приготовить имбирный чай для того чтобы вылечить дисбактериоз кишечника избавиться от сдутия живота и другие проблемы о которых я рассказал в этом видео вы уже получили а как получить еще шесть способов а здесь нужно учитывать индивидуальные особенности вашего организма иными словами если вам нужно в большей степени подействовать на слизистую желудка улучшить переваривание пищи в желудке и избавиться от дисбактериоза кишечника вы используете для натирания не эту грань а вот эту вы растираете все ингредиенты в пух в этом случае больше активных веществ будет выделяться в начальных отделах пищеварительной системы и вы будете в большей мере лечить хронический гастрит а все остальные отделы или участки пищеварительной системы будут задействованы меньшей степени для того чтобы расширить спектр действия на пищеварительную систему и уменьшить акцентированное влияние на слизистую желудка нужно последовательно изменять степень измельчения ингредиентов в сторону укропнения эта грань это если у вас очень нежный желудок вот эта грань в этом случае воздействие всех компонентов будет не акцентирована на желудке двенадцатиперстной кишки а растянута по длиннику всех десяти метров тонкого и толстого кишечника суммарно в этом случае вы получаете несколько иные условия для того чтобы вылечить дисбактериоз правильно приготовить имбирный чай а еще какой интересный ингредиент был он был в этом видео я о нем хотел упомянуть если у вас есть ветососуистая дистония то очень ценный вот именно такие яблоки зеленые яблоки очень хорошо изменяют овп крови овп свежего натертого сока около 200 миль вольт и это интересная величина иными словами вы таким способом можете контролировать вязкость крови дополнительно зеленые яблоки очень в этом случае вам помогают но вновь таки без кожуры и ни в коем случае не используйте семечки семена яблок содержат синильную кислоту точно даже как семена льна о которых я наверное уже мозоль натер своими видео тем кто интересуется как использовать лен правильно вкус миндаля при разжевывании косточек качественная реакция на синильную кислоту поэтому косточки использовать нельзя те витамины которые там находятся макро микроэлементы белки жиры и углеводы они не достанутся вам и достанутся патогенной микрофлоре кишечника вы пользу не получите получите хроническое отравление синильной кислотой или цианистым калием в малых дозах это очень интересный способ снизить иммунитет и помочь раковым клеткам развиваться в вашем организме больше информации в моей книге рак профилактика ранняя диагностика ну а этот способ приготовить имбирный чай уже подходит хорошо остывает можно перемешать для того чтобы активные вещества извлекались более активно и я расскажу вам как же его правильно использовать а есть два основных варианта правильного использования имбирного чая если вас интересует только вылечить дисбактериоз кишечника натуральными средствами домашних условиях избавиться от вдутия живота либо метеоризма улучшить переваривание пищи улучшить работу печени и почек разгрузить их продуктами брожения гниения из кишечника чтобы эти фильтры выделяли из вашего организма другие нежелательные для организма вещества то я бы советовал имбирный чай использовать после еды через полтора два часа в этом случае вы получаете именно такой эффект особенно если у вас есть гастрит и он часто обостряется в этом случае прикрывшись пищей вы помогаете пищеварению состояться подавляете микрофлору но не раздражаете желудок или раздражаете желудок минимально если же вы в своем желудке уверены то смело используйте имбирный чай за 10-15 минут до еды в этом случае вы максимально раздражаете желудок улучшаете переваривание пищи а когда имбирный чай перемещается в кишечник он подавляет там патогенную микрофлору помогает развиваться сопрофитной ну и дополнительно помогает вам переваривать пищу иными словами правильно используя имбирный чай до либо после еды вы получаете совершенно разные эффекты от тех восьми способов которые я вам рассказал в этом видео как же приготовить имбирный чай правильно и очень важная особенность если у вас есть хронический панкреатит нужно очень аккуратно использовать любые пряности тем более король пряностей имбирь особенно сочетание с чесноком если у вас есть хронический панкреатит очень легко имбирный чай может обострить хронический панкреатит до острова поэтому в этом случае я бы не советовал вам использовать имбирный чай а искать другие средства улучшения работы пищеварительной системы подавления патогенной микрофлоры без раздражения поджелудочной железы сожалению там могут быть не самые простые осложнения ну а правильно используя правильно приготовить правильно используя имбирный чай вы получите тот результат который вы рассчитывали вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать привычные подписчики моих канала словами крепком здоровье и разумного к нему отношения если вам понравились эти способы приготовления имбирного чая можете поставить лайк на это видео можете поставить комментариях можете отметить какой из способов которые я в этом видео обозначил вы считаете лучше применить вам по если вы хотите какие-то дополнения сделать пожалуйста напишите в комментариях как возможно вы по-иному используйте вот похожий способ приготовления имбирного чая каждый следующий зритель моего канала получит еще больше полезной информации для своего здоровья до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в инстаграм а также не забывайте про кулинарный канал диетолога скачко там около 200 видео на сегодняшний момент которые так или иначе я описываю разные особенности приготовления применения различных блюд и напитков для вашего здоровья активного долголетия